Я прошу пациента. Сейчас мы просто спокойно посидим. Плату минуту. Пожалуйста, сядем, удобно. Спина прямая. Распрямить плечи и грудь. Взгляд прямо перед собой. Глаза могут быть открыты или закрыты. И продышаться. Медленно только продышаться. После этого расслабиться. И просто спокойно сидим. Глаза могут быть открыты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Чувствуем поток каждой блеточкой тела. Открываем каждую блеточку и мы навстречу наверх. Поток усиливается. Расслабляемся еще лучше. Расслабляемся. 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 Теперь все опускаем. Ничего не делаем. Просто смотрим, как поток идет сквозь тело. Полное бездействие внутри, покоя внутри. Поток продолжает усиливаться. Наша тема начинает расстраиваться. Теряем ощущение границ тела. Чувствуем световое пространство внутри и снаружи нас. Чувствуем свет, который во всех направлениях. Ощущаем, как наш внутренний свет сливается со светом пространства. Объединяем эти два свечения внутренние и внешние. Областью исчезают границы тела. Сейчас только одно бесконечное вибрирующее золотое пространство. Все, что есть. Бесконечное золотое пространство. При этом ощущение потока сохраняется. Теперь делаем медленный вдох через носки и выдыхаем Дальше, когда мы нарушаем это золотистый свет нарушим. Долго и медленное. Еще такой же долгий вдох. И полностью выдыхаем воздух. И в последний раз затопнем свет. Дальше. Дальше. И выдохнем руку. Теперь очень медленно откроем глаза. Медленное. И посмотрим на пространство перед собой. Увидим, что она мерцает или вибрирует это пространство. Воздух. Это комната. Люди. Увидим. Увидим, почувствуем эту золотистую вибрацию, которая есть вокруг. Глазами постараемся ее взять. Теперь еще раз закроем глаза. Золотистый свет. Медленно откроем. И последний раз закроем глаза. И вытащим это видение золотого цвета. Накрытые глаза. Сейчас видно откроем. Спасибо. Эту практику, которую мы сейчас делаем, можно делать самостоятельно. Дома. Или собраться. Вместе. В небольших группах. Два, три, пять человек. И подробно вот это, что мы делаем и сейчас. Настройку на посуд, пропускание, расслабление. Открытие петушкой головы. Переживание золотистого света. Внутренность наружи. Дыхание. Дыхание этим светом. Все эти элементы. Эти репетации. Я советую вам делать. Увидим. Увидим. Или одному. Дома. Можно это делать перед сном. Когда вы лежите в постель. Только если вы делаете перед сном, постель должна быть достаточно твердой. И лежать нужно без подушки в лагоне на север. В пользу шалахов. На этом состоянии можно уходить в сон. Уошел будет более короче. И негативные сны уйдут. Если тут уйдут кошмары иногда и уплатить тяжелые сны, они уйдут. Потом, при последующих этапах работы, сновидения, начнут растворяться в этом свете. То есть этот свет останется ночью, когда вы спите. и это приведет к состоянию неосознанности во сне. Ваше сознание будет активно во сне. Но это да, я сейчас не буду этого все забегать. Это да, если студентки нашей практики работают с основными со сведениями и со света во сне. Сейчас вы делаете то, что я показываю. Вот эти практики, пожалуйста, делайте то сами. Теперь по самому главному, по состоянию рифа. То, что мы с вами пробовали практиковать во время прогулки. Я хочу услышать ваши замечальные мысли, ощущения. Пожалуйста, предъявляйтесь. Кто это украл в свои нагулки? Да, пожалуйста. У меня было очень яркие ощущения. Точка, точка. Спасибо. Что еще можно сказать? Я не знаю, что вы еще можете сказать. Я думаю, если вы гуляли по причалу, то испытывали тоже короче. Да, там не плохо. Но он сильно летят. Ну, можно было там от ветра, от воды, от вот этой линии перехода в горизонт. В горизонте перехода до облака. У меня большая полосочка зрения. Меня риф поинтересует. Устанай-кула. Спасибо. Это здорово. Ваш ответ на меня. Устанавливаю правду. Кто еще хочет поделиться, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. У меня не все видимо было это чувство. Когда я его вызывал, когда пытался войти в это состояние, у меня было чувство объема, легкости, облучности, осознавания сразу объема, которое вокруг меня существовало. То есть пространство? Вы чувствовали пространство? Да, в ней было хватало и сразу беседу собеседника, чувствовать в то же время вокруг облака, нету, при согреве которого вы получили. При этом внутри сверх, хорошее состояние и отгоняйте, приходите к нему. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, кто еще хочет удивиться? Или больше никто не делал правду? Забыли? Нет. Ну давай. Мне о чем говорили. А? Не о чем говорили? Ну, как, я не знаю, не согласились. Ну все, просто... Что вы переживали, что вы ощущали, что вы испытывали. Пожалуйста, поделитесь. Движение какое-то? Движение какое-то где? Внутри. Внутри. Вы чувствовали же поток? Да. Ну это не лень? Да. Это папа. Злужинь бог. А кто досугает так? Ну это как... Ну, как... Мерцание звезд. То оно есть, то... Ну такое... Мерцание звезд. Все особы. Ну как бы, все... Понимаешь, что все... Мерцание. Просто... Внутри. Как... Что это? Ну все равно... Мненческое какое-то. А... И вдруг комната получается... А что завтра? Внутри. 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 Ну это помнило. Ну то есть, вы испытывали состояние спокойствия, спокоя. А то, кстати, включал в салон, начинал просчитывать варианты назад. Строить план. Да? Спасибо. Это грейпл или на форусе не будет? Кто вообще вы знаете? Вопрос по рейплаку. Кто-то в бизнес-эффектах или нет? То есть, что вы сказали о позах. Кто-то еще приблизился к рейплаке? Ну как только задаешься вопрос, и начинаешь анализировать, и сразу же непонятно, что это не. Ну да, а то. Да. Ну да, и ты вследишь. А до того, как вы начинаете анализировать? Ну, если потом начинаешь обладать, ну а был я, или там где-то было, то это уже опять, насколько это вопрос. Это уже опять анализация. И анализируя все, что было, я в данный конкретный момент получаю вопрос. Сейчас я в состоянии рейпа, и я понимаю, что если этот вопрос возникнет, то я уже не в состоянии. Рейпа включает в себя все ваши вопросы, абсолютно все состояния, и абсолютно всю работу ума, так же, как и его покой. Оно все объявляющее, это тайное состояние. Вы думаете, вы делаете обычную ошибку. Люди думают, что покой ума лучше, чем движение мысли. Потому что люди устали, они хотят покою. Но рейпа – это непокойно. Акуя-ума называется шамадха. Это первоначальная практика, которая используется в буддизме. Сначала человеку упокаивается. Чтобы он перестал прыгать к обезине. Это то, что вы сейчас описываете. Это шамадха. Но это не рейпа. Но рейпа тогда, когда все принимаешь, как если осознаешь, что… Нет, это психотехника принятия, которую я давал. Ну, неосознанно принимаешь, ты просто в нем находишься. В мире. Там где-то, там где-то, там где-то, там где-то, там где-то, там где-то, там где-то. В том же время может быть, немножко не назначено. Я называл признак ей, а помните вчера? Нет. Ну, тогда чего ночи было? Это надо… Это надо еще с ними, потому что такое большое. Там сухой… Какой признак я назвал? Из своей сомнений. Точно. Отчувствие сомнения? 100% грязной грибы. Это было? Я уверена, что это было. Это-то было, но что было? Ритма. Раз вы говорите про уверенность, то я уверена, что я в нем была. А сейчас? Сейчас? Да. Ну, и сейчас тоже. А почему было? Потому что я засомнилась. То есть это не ритма? Если вы засомневались, то не ритма. А новинка сомнений не важна? Не важна. Мельчайшее какое дрожание, дрожание, сомнение как дрожание. Мельчайшие эмоции я тоже понимаю? Да. Значит, выигрыш. Из ритмы нельзя выиграть. Вообще? Да. Потому что оно включает в себя все. Один раз тот попал, и все? Да. И зимой и... И зимой и... Никто не выигрывается? Нет, никто не выигрывается. Это значит один раз попасть. Я же сказал, что это меньше секунды продолжается по длительности. Попадание туда занимает меньше секунды, понимаете? Но это остается навсегда. Вот что такое ритма. Вот что такое отсутствие сомнений. Ну и что я тогда, если попадаю, тогда никогда не чувствую вашей злости, раздражения? У вас сейчас работает ум. Ваша аналитическая мысль. Оно не игреет гриппа и гриппа, никакого отношения к вашей аналитической мысли. Вы сейчас начинаете свои фантазии проецировать или передавать, а если, а если, а если. Или тут здесь абсолютно ни при чем. Я скажу, что они в какой-то форме чувствуют? Нет. Все чувствуют одинаково. Так же, как вкус чистой воды для всех отдельных. Или чистый воздух. Все одинаково чувствуют такая чистая вода. Так же, как ритма и гриппа. Одинаково для всех. Не только для людей. Для всех живых существ. Да, пожалуйста. Скажите, в свое время Кришну, по-противу, цель Грагавандита написали, на ашне, на все его сомнения. Значит, сомнения все это не правда, какая вещь. Но… Это написано в достаточном разе для души, которая занимается. Грагавандита является частью Махабхата. Махабхата – это самое большое по объему произведения книги, которое было, когда написано в людях. Это гигантская совершенно книга. Насчет сомнений, по акции у них много. Если вы помните, когда Грагавандита, то первое его сомнение – нужно ли убивать родственников. Что ему говорят Кришну на это? Уполнять свой долг. Да, все, наверное. Долг. Ксатрия. Долг его красный. Он был ксатрия. Боев. Он был ксатрия, но он был ксатрия. Это точно что это значит. Потому что Кришна любила его. Он говорил ему «дорог». Он и так говорит «ты дорога». Упомните эти слова Кришну? «ты дорога», я говорил ему. Поэтому он тратил на него столько времени. Вот этот текст, который является Библией, его называют, круговозгивая, потому что там есть все. Там, возможно, вся стратегия-йоги, вся стратегия-практика, звучать жалко точно и ясно. Это не традиция адзавчин. Потому что рипа, о которой мы сейчас говорим, это традиция адзавчин. Мы используем их терминологию. Я буду давать вам психотехники позже из этой традиции. То, о чем вы сейчас говорите, это Библия индуизма. Это означает, что Кришна излагает арсамовые йоги, карма-йоги, бхакти-йоги, джнана-йоги и ниркуна-йоги, Господа без атрибута, которая самая сложная, как он говорит. Но это не традиция адзавчин. Там нет понятия рипа, бхакти-йоги. Там отсутствие сомнений имеется в виду другое. Отсутствие сомнений в Кришне, в Уарху, вот что я писал. Он будет верен, я выведу тебя, помните? Это бхакти-йога, абсолютное доверие себя Божеству, сдача себя Божеству. Это то, чем занимался русский, святой царапинцародский, когда он родился Божьей Матерью. Он абсолютно не верил, а она не его была все. Для него мира ехала, а была только Божья Матерь, Мария. Так все для Алабжуны, Бог Кришна, Кришна был для него все. Кришна – это Господь. Вишна – инкарнация Господа Вишны. Вы знаете, что в Вишну, у хранителя мира, было восемь инкарнаций. Вишну – это индуистская Троица. Вы знаете Брахма, Вишну и Шива. Вы знаете это все, да, не надо это остановить? И какая функция у Вишны, что он делает? А? Он поддерживает, охраняет мир. Он охраняет мир так. И у Господа Вишну было три человеческих инкарнации. Это Рама, Прамая, великие поэпос Индии, Правиты. А также моя любимая книжка – Йога Васильстка. Это как Риша Васильстка учит Раму. И это был Кришна, другая инкарнация – Вишну как Шива. И еще индуисты, поскольку они все в себя отбирают, индуисты – это такая линия, которая не отторгает ничего, она отбирается во все. Она вобрала в себя, вобрала в себя инкарнация, вобрала в себя и буддизм. Поэтому они говорят, что последняя человеческая инкарнация Господа Вишны – до Пунта, Раутана, исторически. Но буддизм не дал себя впитать индуистом. Буддизм ушел из них. Буддизма в Индии нет. И очень давно нет. Сейчас вот в ней он есть в форме тибетского буддизма, потому что тибетцев выгнали, вы знаете, китайцы. Николай Аллах выгнали, и поэтому Индия – Далай. В Дарамсале там есть тиберские поселения холодные, храмы и монастырии и так далее. Но из Индии буддизм ушел, потому что он слишком рассуточный, слишком холодный, слишком рациональный для индийской души. Индийская душа очень горячая. Горячая, ей нужна в хахте, ей нужна в шахте, ей нужна страсть. Индийская душа, она горит. Буддизм слишком холодный, слишком спокойный. Поэтому буддизм ушел на север и на восток. Он развелся в Тибете, в Непале, в Британии. И ушел на восток, в Китай и дальше. Япония, Корея, Таиланд, туда. Я путешествовал по Таиланду в этом году два месяца. И первый раз я в эту страну. И первый раз был в стране, где буддизм херовато. То есть это заливение буддизма, которое пришло в Сашлеванду, в Сцилову. Я поскольку правил в Индии почти 10 лет, то я был поражен, сравнив вот эти энергии разных. Энергию буддистской страны и Индии, которая индуистская страна. Ну, в основном, там есть, конечно, 200 миллионов мусульман, но в основном все-таки Индия – индийская страна. Совершенно разное состояние, разная энергия. Энергия буддизма стелется по земле, она горизонтально, найдет вот так, она чувствуется. Она очень ровная. В стране очень спокойная. Народ счастлив. Это было праздновное для меня. Ощущение это было, я посчитал там, где у вас было еще 27-й страны, где я так прилавал. Но это была первая, самая счастливая страна, где я был. Потому что в любви, действительно, в глазах ощущение покоя счастья. Это меня потрясло. Потому что буддизм, при всей его рассудочности и рациональности, казалось бы, он дал стране вот это. Конечно, у них очень мудрый король, которым 80 лет, и он там все обожает. Но король, он поддерживает буддизм. То есть фигура буддистского монаха, скажем, в Калилане, она вторая. По уважению после короля. То есть больше всего уважает, конечно, не короля, а вторая – это фигура буддистского монаха. Хотя, конечно, там тоже возложение коррупция, в том числе и с этим монахом, как везде Калилюга. Но, тем не менее, монахи в Калиланде, буддистские, пользуются огромным статусом. И буддизм живой. В монастыре везде, в каждой деревне есть монастырь. В основном мужские, но есть и женские монастыри. Я разговаривал с монашками, буддистами. Молодые девчонки по 30 лет. К счастью, что она очень хорошо говорила по-английски, мы свободно могли поговорить. Это был монастырь буддистский на острове сейчас. У меня поразило счастье, которое просто излучается из этой девушки. Она из Бангкока, она не из какой-то деревни, она из столицы. Бангкока – это абсолютно современный мегаполис, небоскребами, со всеми делами. Она ушла оттуда, поселилась на этом острове, в этой общине. Но это, правда, удивительно. Еще вестерил святой человек основал мне так давно. Десять лет назад подошел в Слович. Это отдельная история. И вот у меня поразило счастье этой девушки. Я ей спрашиваю, ты до конца жизни здесь останешься, что у меня бритая голова? Ну, как у буддистских манатов, знаете? У них приедет голубь, чтобы ситхи у них не появлялись. Они считают это. Пребятство на другом пути, сверхъестественной способности ситхи. Вот она бритая и учится счастье. Мы так с ней очень душевно посидели, немножко поговорили. Вас спросили, чем я занимаюсь, я немножко рассказал вам. И, в общем, вот это отношение как к такой сестре, дорогой, которая стоит тоже на пути. И это было очень замечательно встрече с ним. А в Индии энергия совершенно другая. В Индии энергия бешеная, она направлена на мир. Это энергия шахта. Вот именно Индумизм. То есть там направление вверх, прорыв. Индия – это прорыв вверх. Потому что люди, если имелись туда, нарез. Крисне, кшире, неважно. Но это всегда правило. То есть если буддизм – это вот так, то индуизм – это вот так. И, конечно, энергия шахты мощнее. Но там нет этого покоя, который есть в буддийской стране, в том же Таиланде. Но зато есть сила. В Индии есть сила. И даже вся коррупция, и грязь, и нищета, которые в Индии. Все равно это сила есть сила. В Индии же магическое пространство стоит там о чем-то подумать. Это материализуется. Тот, кто там путешествовал, наверняка это забыть. Это наэлектризованное психическое пространство в огромной стране. Это создано поколение магнижников, которые медитировали, молились. Столько святых, как в Индии, в Индии, в Индии, в Индии, в Индии, в Индии. Индуист очень мощная вещь, это живая вещь. Но кто читал мою первую книжку, там я описываю первое реальное чудо, которое я пережил в своей жизни. Его сделал Кристос в Ленинграде. Помните эту историю, как я разрубил себе палец, вот здесь я вроде бы разрубил его. Но я не буду сейчас повторять, наводи со мной эту историю. Но это было первое чудо, которое меня потрясло. Его сделал Кришна. Причем не в Индии, а в Ленинграде. Давно я еще не был в Индии. А? Тогда еще назывался Ленинград. Тогда Ленинград это был, да. Санкт-Петербург он стал в 91-м году. Ну вот, это такое лирическое отступление, значит, индуизма, буддизма и всего остального. У вас есть такие мысли, пожалуйста, на эту или на эту тему? А у каждой традиции есть свои боги. Они где-то в Вселенной существуют или это просто разные имена для энергии? Это, как вы правильно сказали, имена для энергии, с одной стороны. С другой стороны, Ленинград не ограничивается нашим человеческим царством. Вселенная бесконечна, и она бесконечно населена разными формами жизни. И они разные по уроку развития. То, что называется богами, это просто существа, которые на более высокой ступени эволюции находятся. Мы идем туда, мы люди, идем туда, к тем ступеням. И наступит день, когда каждый из нас станет богом. Он вернется назад и видит людей, которые еще не должны. Они же живут. Это такой пирог, слоненый пирог, вся эта штука. Это очень хорошо выражается на буддийских, тибетских танках. Если вы видели там, там все эти миры, в мандаре такой вокруг. Божества – это просто высоко развитые существа. Они реально существуют. Абсолютно реально. В Индии был известен такой случай, когда… Это было, кстати, недавно. Писали во всех индийских газетах, когда женщина индийская, она вышла замуж за остатку и кришну. За остатку. Их обвечали в храме два свадьба. Но кришну вы не настолько любят, что вот она не могла жить без него. Для нас это абсурдно, да? Как можно видеть мужем статку, не сумасшедшим. А вы здесь с восторгов об этом писали в газетах. Ну так как это стоит? Конечно, это реально. Это ритма. Нет, это не ритма, только кришна. Кришна – это Господь, который имеет форму. Господь – это кришна очень красивая. Да, конечно. Только не просветление, а освобождение. Нужно не путь. Просветление – это то, что наступает, например, когда полностью поднимается фундарень. Когда мой скобчик поднимается до суда и выходит вверх. Наступает вспышка космического сознания, озарение. Или просветление. Или у японцев, в децент-будтизме, это называется сапа. Это вспышка. Но это еще не свобода. Это просто в темноте, в ноте загорается такая яркая огонь. Но потом газет. Зато я же на палом горе, вы видите кусок пути впереди, который нужно пройти. Это сапа. Просветление. Но не освобождение. Освобождение окончательное. Это не вспышка, это уже навсегда. В этом развивается. Но некоторые люди, испытав вспышку просветления, а это бывает у многих, принимают его за освобождение. Начинают учить другим. Делают асрамы. Даже иногда пытаются создать великий. Но это тупик, это никуда не идет. Потому что они часами не дашь велигаться выйти. Они перепутывают. Им хочется быстрее. Мы же не терпеливые, но хочется быстрее. Вот у нас немножко что-то продыло, и мы думаем, что вот уже все. А впереди еще длинный путь. Поэтому нужно здесь не спутать. Не спутать очень просто. Если это окончательно, и возврата назад нет, это состояние постоянное, вы из него выйти уже не можете. Это освобождение. А если эта вспышка, пусть она будет очень сильной. Пусть все небо откроется перед вами, и вы увидите Господа живого. Кришну, это не важно. Это всего лишь будет экстаза. Это будет просветление. Вот такая разница. Она заважена между словом просветления и словом освобождение. Рикпа – это освобождение. Рикпа – это освобождение, совершенно верно. Потому что из рикпа нет пути назад. Вы уже не можете вернуться назад. Это то, что Господь Гаутама Кудра, он хотя не использовал слово рикпа, он использовал слово «другой берег». А из вот такого состояния, как Шамадха, в котором тоже нету возврата? Нет, там есть возврата. Шамадха – это состояние спокойного ума. И спокойного ум потом опять заволнуется, он возбудится, пойдут в ум, эти мысли. Потом он опять успокоится, и ум похож на море в этом смысле. Он то успокаивается, то опять начинается гулять сам, или в ум. Поэтому Шамадха – это просто установочная практика в системе запчелек, с которой начинается мудрение работы. Потому что если наши мысли скачут, как мы можем, как это у нас обычно не думать, то какая-то медитация. Даже медитацию там не усилим долго. Потом мы устанем, засним. Вот и вся ниша. Поэтому сначала используется состояние спокойного шамада. Это проводится на буддийских ретритах, известных, которые называются репасом. Может быть, из вас кто-то есть? Кто-то был из вас на репасом? Никто нет. Мы слышим, да. Это очень полезная вещь, она проводится в течение десяти дней. Сидящая медитация. Сейчас эти центры есть по всему миру. Это некомерческий проект, но он настолько здорово сделан. Он сделал, кстати, капотистский монахом Гоэм. Вы можете пойти в интернет, назвать Пасана, и вся информация обновляется. Это десятидневные ретриты, они коммерческие, там люди платят, сколько они могут оставить. И туда приезжают серьезные люди, которые серьезно хотят заниматься вопросом просветления и освобождения. Это дежурная практика, потому что нужно десять дней сетей. Люди сидят в десять дней. У них подготовлено звучит актуальную цену. Но он должен пройтись в конце кузбук. Или уехать. В каких вариантов там нет. Там есть инструктора, которые помогают вначале, но во время самовреди тоже контакт с инструкторами нет. Есть еще и уходящие варианты припасного, когда человек ходит. Вот этот именно международный проект очень большой, который сейчас есть во всех странах. Ну, в Литве есть, да, в центре припасного. Вот вы можете бояться припасы. Я советую. Это очень классная вещь. Не знаю, как организована Литве, мне отвалила моя знакомая из Москвы, ездила в Швейцарь. Она проходила в России, в Москву и в Швейцарь. То есть, в Швейцаре это было намного лучше. Ну, организована, сделана Литве в Сангалесе. Очень серьезно Литве в Сангалесе, давно ты не работаешь. Есть другой вариант припасами. Это когда люди ходят. Потому что Будда призывал быть сознательным в каждом действии человека. И во время ходьбы, и во время покоя. Так вот, когда ходят, это я видел в Канаде, я жил какое-то время в Схеравадинском монастыре в Британской Коломбии. И там вот есть кельи, ну, маленькие домики, перед домиком положены доски. И длины 10 метров примерно. Как такое? На стене. И вот этот монаст ходит. Запись идет везде. Что он преинаплирует? Он осознает в каждом своем движении. Он осознает, сейчас я поднимаю ногу, сейчас я переношу лист тела на левую ногу, сейчас я открываю правую ногу, моя рука пошла. Он осознает свое дыхание. Он осознает абсолютно все. То есть осознанность нарабатывается на физическом движении тела. Это техника, которую дал Вунда Бутама в шестом веке до нашей эры. И вот випассана – это как раз применение техник, полученных непосредственно от Вунда исторического. А когда Риппа, мысли, есть ли она? Когда Риппа, нет вопросов. А мысли все равно. Когда Риппа, нет вопросов. Нет вопросов. Мне о чем мысли? Нет вопросов. Вопросов нет. Да, нет сомнений, нет вопросов. Да, у меня есть много вопрос о сомнении, о ценностях сомнениями. Сомнения разрушают. В сомнениях есть большая сила. Вы понимаете, какие вещества, допустим, как грифер, во многих ранних временх. У него нет сомнений? Что у грифер? Какая у грифера была сила? Большая или огромная? Огромная. Почему она? Почему? Потому что у него был сомнений, о чем он был. Потому что у него был сомнений, о чем он был. Но он не знал. Гитлер сказал, я это война. Его знаменитая фамилия. Я это война. Но вопрос за кемицы. Затем у кого он не был? А кемицы? А кемицы? Вот скажите, если вы родились в Германии, и в 32-м году, в 33-м году, в 33-м году пришел в плаву. В 33-м году. Вы были, скажем сейчас, в вашем области. Были бы нефть. И вся Германия без любых. Да? Потому что все было с ума. Семене целое становится. Правда? Вот как вы думаете? Вы вступили бы? Поддержали бы Германии? Только честно. Я не знаю. Я не знаю. Не хватило бы мне на это силы. Это было бы. Ну, скорее всего, вы не взяли. Можно из подчеркивать. Никто не знал, о чем отдыхает. У него эта одежда измирается, чтобы прuterкаться. Я хочу возникнуть у вас со мной. Зачем? Я не знаю. Не обязательно с сомнением кто-то договорится, а именно у меня тоже такая ситуация. У человека нет сомнения. Вы знаете, тоже в состоянии я не делал. Гитлер? Вы знаете, я не знаю. Я уверен, что не был, конечно, в состоянии Гитлера, потому что он далекого отношения к царчану, я его не знал. Может быть, он по-другому называл его потом. Давайте переведем из Гитлера на сказку. Есть такая замечательная книга, которая называется Данилом Андреевым, называется «Анароза мира». Может быть, кто-то из вас читал? Это величайшая государственная деятельность. В России как-то бывает. Там описана русская демонология в 20 веке. Что происходило на демоническом плане, когда разворачивались эти трагические события русской истории. Там описан Дзюбр страшный, демон, который управлял историей России. Роза мира Данила Андреев, это сын знаменитого русского писателя. Данила Андреева. Сейчас. Я тоже был. От Салина. Ну, неважно. Вот у Сталина были состояния, которое называется «хо-хо». «Хо-хо». Очень страшное слово. Это состояние черного экстаза, в которой попадал Сталин в Кремле в своем кабинете. У него закатывались глаза, попадал трубку из-за того, он был в состоянии транс. Хотя он не был вместе, потому что, вы знаете, большевиков, провожатого убийцы и так далее, да? Но тем не менее, вот он был в каком-нибудь петербургическом состоянии, которое не позволяло никому войти в своем кабинете. Это описывает как раз вот этот самый Андрей. Отсутствие сомнений действительно дает огромную силу. Когда человек умеет, то он сметает все. Значит, человек может быть темным. Очень сильным темным, как в Гитлере или и так далее. Для тех силах было черным. Страшно. Сомнения бывают благотворные в начале пути. Когда вы выбираете пути. Выбираете пути. Выбираете пути. Выбираете пути. Или вступить в какую-нибудь парку. Ну, к примеру, да? Или заняться йогой. Или пройти курский пасад или еще что-то. Ну, нормальная ситуация жизненная. Человек выбирает свой путь. Тогда у него, конечно, есть эти сомнения. Так или так или так. То, в конце концов, он находит путь и идет. У него сомнений тогда нет. Он когда уже выбирает. Но только в этой ситуации я считаю, что сомнения будут углубы. Но есть выбор. Но если ты выбрал и встал уже находит, то тогда сомнения уже губительны. Потому что они тебя откидывают назад, тормозятся. Ну, то есть нельзя все равно пойти. Если ты приходишь в это состояние без, без лего со мной, ты можешь выйти сюда угодно. Вы же внести, как говорите, путь и партии нацепт. Да. Я с вами согласен. А с ним не решился, если вы с вами? Я согласен. Но если ты уже на путь, уже движешься, уже выбрал, уже знаешь, что ты… Я при необходимости выбираю. Я извиняюсь, а вы были путь самов? Честно на выборах. А когда вы думаете, у нас есть вопрос. Были будут взаимопарки или нет? Честно на то, что было или не знали. В то время вы не знали, что они были. А сейчас это все отрицает. Сейчас и отменение было, да? То же самое на цискской плате. В этом моменте. Ну, хочет сказать о том, что человек иногда отказывается от того, что он для этого нравится. Вот и все, что он хочет помочь. Я признал, что он сомневался в начале. Но только в начале. А я вас спрашиваю. Если мы не хотим, чтобы ты все-таки уйдет в доме, для того чтобы выбрать это сделать. Есть ли это ценность? Или мы должны сразу искать счастье в эту деятельность? Нет, мы не сможем. Мы не сможем сразу в эту деятельность. Мы должны убрать и другие мучительные пункты, для того чтобы ты сам придешь. То, что я пытаюсь вам сразу дать, попробовать пережить и ощутить, я понимаю, что это абсурд. Я понимаю, что это абсурд. Но у меня нет другого пути. Я же не знаю, вернусь я в день или нет. В том смысле, что мы делаем центр, и все это продолжается. Но ведь мы не властны над будущим. Я не сновидящим. Вы зайдите, может, все что угодно в любую секунду. Поэтому я пытаюсь вам передать самое главное. В самом начале, прямо сейчас. Я понимаю, что никто из вас состояние рифа сейчас по-настоящему в глубоком не переживет и испытает. Но я сею семена на будущее. Потому что мы все к этому придем. В этой жизни, в следующем. Но когда семена посеяны, когда будут благоприятные условия, когда будет свет и вода, эти семена взойдут. Поэтому я сейчас закладываю на будущее. Если что, мы планируем. Да нет, ребята, я планирую приезжать в Ригу часто. Я просто вообще говорю. Ну пока вот эти технологии, я не пользуюсь в моих системах. Я вам тоже рассказывал. Когда самая высокая дается сразу. Если человек может тот свой, тогда уже все другой не нужно. Если он не может, тогда дается на ступеньку ниже. Эту ступень не может усвоить, значит еще и низу. А вот в обычных системах наоборот. Вы знаете. Первый класс, второй класс, институт аспиратуры и так далее. И вот это все. Хотелось спросить, что у нас есть методика, а идея очень дает. Идею нужно предложить по этому. Нет, у вас и методика нет. Я сейчас стараюсь вам прояснить, прорисовать общую картину. Можешь про эту? А методику когда даете? Методику попадания в ритма? Да. Завтра. Наконец-то. Но это же ничего не значит. Абсолютно. Ровно точно. Там методики нет? Да. У ритма нет никаких методик. Даже сам вопрос очень смешной. Методика для ритма. Но я дам ее завтра все равно. Пока давайте кунда-йогу займемся, чтобы все более понятно. Нет сомнений. Нет взрыва. Или знак. Но кунда-йог это же тоже ритма. Нет. Кунда-йог это кунда-йог. Не надо. Ля-ля. Давайте замеремся кунда-йогу. У нас осталось всего несколько знаков. Я вас еще помучаю. И потом мы можем проститься с ними всегда. Этот знак называется андрогинный знак. Андрогинный знак. Он написан в айкейском пиркупе. Я просто повторю, что это знак андрогинной пары. Как у вас был противоположной половины в теле другого пола человека. Есть древняя легенда о том, что раньше люди не имели пола. Они были однополы. Это в райские времена. А потом сатана разделил, растел человека напополам, и получились как мужчины и женщины. Вот такая древняя легенда. И вот теперь эти две половинки разделены, они ищут друг друга. Мы ищем свою вторую половину, потому что чувствуем, что мы не самодостаточны, нам не хватает второй нашей половины. Мы ищем с ней соединиться. И вся наша история с мужчинами и женщинами, это подготовка вот к этой встрече, к самой главной встрече, которая называется встреча двух половин. Взгляд ранее. То есть это две половинки души, которые были разделены. И вот они встречаются. Это встреча колоссальной важности в жизни человека. Если мы ее заслуживаем, потому что, ну, это то, что заслуживает, просто так это не происходит. Потому что, когда вот две половинки встречаются, уже не говоря о том, что это самая высшая форма любви между двумя людьми, у этих людей огромный потенциал для духовной работы, для совместного пути вместе. Это лучше любого угу, когда встречается андрогинная пара. Потому что энергия настолько сильная у них, потому что они соединились в одно целое. Мировые пары известны. Мировые пары, наверное, в жилетах. Ну, много мировых пар, да, знаете. Кришна и Радха и так далее. Это вот как раз символические, не символические, вот такие встречи. Они настолько значимы, эти встречи, что они становятся известны людям, это нельзя как-нибудь скрытышками. Это становятся легендами, сказками, песнями и так далее. Ну, такие встречи, такие судьи. Ну вот, и вот этот знак, андрогинная пара, он составлен из мужского принципа, который выражается стрелой, направленный вверх. Вот внизу это стрела. Это мужской принцип. А женский принцип традиционно изображается в треугольник овершенный вниз. Вот это женский принцип света. Это то же самое, что и китайский знак знаменитой ременьями. Знаете, две капли, и черное и белое. Только это изображено в системе пункт рейдии, а пункт рейдия значит капель, то есть острая. И он такой острый, так как и многие знаки в пункт рейдии едят за скилок и щенками. Что делать с этим знаком? Если вы хотите увеличить шансы встречи со своей андрогинной половиной, повесите просто этот знак, или нарисуйте сами цветной, скачайте сайт, как на йоге, например, как и сами. Ну, просто у себя в спальне на стенку, скажем. Знак работает даже если ты скользишь по нему глазами. А если под подружку положить? Нет. Это, конечно, не гарантирует вам встречу завтра с вашей истинной второй половиной. Но, по крайней мере, шансы ваши увеличивают. Вот мой учитель Тоша, он этим знаком подписывал свою розовую письму. Он ставил его место в розовую письму. Ну, Тоша был у меня, у мастера, интересный. Он, например, знал имя еще до встречи. Он встретил эту девушку в своей жизни. Он знал их имя, потому что у андрогинной пары одно имя на двоих. Они когда-то забыли одни существа, у них одно имя на двоих. И Тоша, будучи протёртым, бастер, он знал, или имя был Дион. Имя его его, а он говорит на двоих одно имя, Дион. Второе применение этого знака – это проверить, если у вас есть уже какой-то человек, если вы встречаетесь этого, и вы не уверены. Это он или нет, или она или нет. Вы ставите на него этот знак. И смотрите, как знак себя ведет. Если он клипает к человеку, притягивается к нему, как магнит, значит, это кто? Вы попали, вам повезло. Ну, вы поставили на меня знак, он нам не остался. Ну, как камня сейчас. Вот никуда не девается. А если он начинает уходить, таять, переворачиваться, ну, как-то по поведению видно, что он не стоит в своем новесе. Значит, это если он вырежет. Извините, вы не пишете. Он не обманывается. А? Ну, не обманывается. Он уже должен... По поведению знака видно, он вам даст сигнал. Ну, давай отправим. Классно. Ну, вот. То есть, вы просто представляете себе образ этого человека, или используете фотографию, или на компьютере, и визуализируете на нем этот знак. Вот на уровне сердца, или верхней половины тела, где там. Ну, вот такого размера этот знак. Вот здесь 20. Может, приобретесь, если вас кто-то не интересует. А цвет? То есть он ходит в него? Остается он даже. Вот так получилось. Вы это сделали? Да. Меня вопрос поздравил. Спасибо. Пожалуйста. А кто-то еще это сделал? Не удержался? Немедленно. Вы сделали? И что? Красного цвета он сделал? Да. А как он ведется это отношение к этому человеку? Ну, это не значит, что с этим... В чекам нужно вот эти отношения, по-настоящему акции и все такое. Что А? Потому что, видите, я говорю, что это великая удачность в такую половину. Ну, ведь она может родиться в другое время. Вот сейчас этот человек может быть... Его душа может летать. Так вы живете здесь, в этом деле. А человек не родился, он не родился с вами. Вы должны еще родиться, ну, примерно в одно время, чтобы составить эту память. Родились не легка, да? А? Это что, два человека на 6 миллиардов? Да, на 6 миллиардов. Даже больше, потому что еще там душ крутится огромное количество миллиардов. Не воплощен. Больше, чем венера, извините. Волота, шансов. Ну, шансов немного, да. Ну, если вы приблизитесь к состоянию ритма, который, как вам кажется, только руку протяни за хвост, то эта встреча... Ну, чем выше, короче, вы поднимаете ствол по уровню, да, вашему духовному, тем эта встреча приближается. Она происходит на высоких уровнях уже достаточно развития человека. Она не бывает на животных уровнях, когда вас интересует, сами понимаете что-то. Да? Там андрогийная встреча не нужна. И вся остальная встреча – это просто подготовка, которую вы учитесь. Ну, узнать, ну, понимаете, о чем я говорю? Вы можете прожить счастливую жизнь у человека, но не будет ваша андрогийная память. Там встреча еще... Вот такая-то штука. Вот такой-то знак. Понятно об этом все рассказать? Но встреча – это еще не значит встретиться, это еще не значит остаться. Да. Да. Бывают трагические случаи, например, у которого вот живет. Это уже история вспомнила. Мой учитель прошлого, он не прожил жизнь с этой женщиной. Не сложил его судьба. Это еще не значит остаться. Может сложиться тратично, но… Вы будете знать, что ли, что у вас, как в липо, нет сомнений, да, что вы встретили этого человека. Если, конечно, ваша жизнь совместная сложится, то это будет самое великое счастье и возможность для освобождения двоих сразу. Ведь в чем смысл брака вообще? Вот скажите, в чем смысл? Что люди везут? Они ведут совместное хозяйство. Они ведут совместное хозяйство. У них деньги, у них брать не искать. У них бизнес бывает и так далее. Но в чем высший смысл союза двух людей брак? В данном рождении. Правильно. Они для того сходятся для того, чтобы помочь друг другу, быстрее найти Бога. Потому что вдвоем Бога найти свой рост. Но на определенном уровне. И вот это как раз уровень амжирогизной пары. Когда люди не мешают друг другу найти Бога, а помогают. А согласитесь, что это очень высокий уровень. Потому что в основном отношения пар, семейных, любовных пар, это борьба. Это борьба. Они не помогают друг другу идти, наоборот тормозят. Ну через бой не учатся, что-нибудь. Так можно сказать. А? От камня зависит. От камня и от той точки пути, в которой вы находились. На каком уровне развития вы находились? Вот от чего это зависит. То есть если ситуация складывается так, что вот эти люди встречаются, можно уже сказать, что уровень развития высокий. Да, да. Ну, относитесь. Да, да, можно, конечно. А вот еще такой вопрос. Энергетический потенциал вообще помогает, работает со знаниями и так же, и с состоянием. Ну, конечно, помогает. Но, знаете, еще раз качивают, усиливают ваш потенциал. Они вызывают нисходящие потопы. Просто вот я показал, что чем выше энергетика, тем легче сразу же состояние. Ну, помните, я вам сказал, что поток – это ключ ко всему? Ну, да. Помните? Ну, ты такой есть. Следующий вопрос. Ну, фантазия, фантазия. Да, да, да. Фантазия… Фантазия. 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 Нет, признание не будет. Есть такой случай – не обманы. Плюс есть в любом месте выполнять правила, которые, я говорю, если вы сочинно будете исследовать технологии, тогда обманы не будет. Так же, как нет арманов, когда они на сточке списка. Помните, я показывал? А у нас не было? Я вам чего сказал, когда они на сточке? Нет. Ну, займемся завтра. Завтра у нас же есть тогда. Методик. Ну, у нас длинный день. У вас где? Хорошо. Там же мы будем изучать. А вот еще вопрос. Такая йога, там же идет нисходящий поток, там другой же поток. Где? Такая йога, когда занимаешься, там идет нисходящий поток. Ну, если кундалини просыпается, то да. Ну, не знаю, вот у нас мастер хатко-йогич. Причем вы меня спрашиваете? Я спрашиваю, потому что есть практики нисходящих поток. Есть практики нисходящих? Ну, если вы делаете хатко-йогу в нисходящих потоке, то у вас тело становится очень гибкий в самом себе. Вам не нужно его долго разрабатывать, растягивать, ну и там связки, нисходящих, понимаете? Ну, это ладно. А я вообще вот практики нисходящих поток на нисходящих, если нисходящих. Ну, как бы... Не получится так, что вроде разгоняешь один, потом... Может, меня отличать уже, сусловно. Ни одно другого не мешает же. Посток нельзя расхранять. Это не тебе-то. Посток это милость. Но я просто словами выражаю. Нет, нет. Вы не выражаете. Выражаете отношения. Каждые слова имеют значение. Вы его сказали. Слово ему идти назад нельзя. Это не вранит. Вы сказали разогнать. Выражает ваше отношение. Потребительское отношение. Вы хотите разогнать поток от паровоз, чтобы он вас принял смыть? Во! Не будет этого никогда. И я буду. Поток милости велика, которая дарует сразу жизнь. Понимаете? И именно такое отношение дает вам небольшой шанс. Если вы хотите поток запрять, напрять, разогнать, труба двигателя. Это роковая ошибка. Такое отношение к этим вещам вообще в принципе. Мы говорим о Согранных, о Священных вещах. И так и нужно к ним относиться. Как к Согранным и Священным вещам. Мы для этого здесь собрались. Разогнать поток нельзя. Он вас уничтожит. Это опасно. Это отношение опасно. Лучше не вести в это вообще. Следующий знак. Знак метеума. Это знак для метеумической работы. Как видите, он состоит из знака защиты ким внизу. И в похожей конструкции сверху. Знак медиума. Медиум. Или медиум, как хотите. Этот знак используется так же, как знак И, перед нижней его половиной надевается, так же, как знак И до макушки. А над макушкой будет уже вот это вот, вот эти рога, вот эта антенна, вот эта штука. Как антенна сверху. Этот знак, одновременно, защищает медиума и дает им возможность проводить вот эти верхние мышцы. Они, как антенна, его настраивают на космос. Для первой информации. Это специфический, в общем, знак, он совершенно не всем нужен. Я просто его почему-то привез и распечатал. Я его редко даю, на самом деле, на тренингах. Потому что метеумизм – это совсем не для всех. Это не массовая вещь. Здесь очень много опасностей, много ошибок. Но моя жизнь сложилась так, что мой учитель пришел ко мне после своей физической смерти, кто читал книжку, знает эту историю. Мы с ним общались как с духом. Очень плотно, полгода, и я даже с ним общался. И он помогает мне и многим другим людям с того света. Для меня это не сказки, для меня это реальность в моей жизни. И когда он начал приходить, мы, конечно, обалдели от этого, но у нас не было опыта работы с духами. Мы не знали вообще, что это так. А он еще и человек. Ну, мы же узнаем этот человек очень хорошо. Это произошло после полгода, после его физической смерти, как дух. И стал нас учить и вести дальше. Потому что он при земной жизни не успел закончить свою работу с нашей группой. И тогда мы стали... Этот знак дал он. Он уже стал свет. Потому что, например, в работе линиума... Сейчас такое происходит... Во-первых, линиум открывается наверх. Он не знает, кто в него залит. Это может залезть... Потому что там он обращается, а может быть враждебный, луковой дух. И человек может пострадать. То есть это такая штука... Она двойственная, стрёмная достаточно. Но зато, если линиум чистый и умеет работать, это очень мощная помощь в работе, например, группы. У нас... Мы менялись... У нас была коллективная работа. Мы оттащивали эту технику. Оттуда и спешились. И в той работе разнил этот знак. Например, когда Джон первый раз стал работать как медиум, я не могу его вывести из этого состояния. Но Джон это другой человек, что из нашей команды. Он настолько глубоко его вошел, я не могу его вытащить оттуда. Я его пил. Поливал водой там... Пощерчину его давал. Я испугался. Я думал, что... Я не знаю, как его вывести. А что он сделал? Он проводил то, что он настолько глубоко вошел к нему, там появляется ощущение шлема на голове, как будто тебе на голову надели тяжелый шлем. Совершенно физическое ощущение шлема. Вот. И... То, что настолько сильно в него вошел, что он не мог выйти. Но потом он вышел, но... Был такой момент, да. Это был первый раз. Потом мы уже научились это делать легко, без шлема. Вначале это потрясает, когда дух... Он заходит первый раз, то это очень сильно ощущает переживание. Там... Ну там есть определенная техника. Нужно отдать свой язык. Нужно выключить свои мысли. Ну... Я не буду вас учить, это не нужно. Просто... Я даже не знаю, с чем он придется. Потому что... Ну мы можем попробовать, конечно, немножко с этим поработать, но не сегодня, завтра. Ну у меня сегодня другие, другие, другие темы еще есть. Более важные. Да. А это как бы... Ну, останется время, там, завтра. Можно, можно. Я могу указать, как это работает. Да. Общаться с духами... Ну, когда нужно? Ну, допустим, у вас любимый человек будет. Ну, не дай бог. Или просто от старости, там, бабушка. И у вас остается с ней сердечная связь, да. Фотография стоит, допустим. Иногда хочется пообщаться с человеком. То есть, вы верите в то, что смерти нет, и хочется с близким человеком уже ушеться. Иногда поговорить, иногда для совета, спросить. Ну, как и так. По любому, по родственному. И тогда вот эта тема говорит, любви, она может помочь. Потому что... Понимаете, о чем это? Это как телефон. Мобильный. Хорошо, если завтра будем это делать... Последний знак, который я вам сегодня даю... А, чё? Да. Ну, этот очень простой. Это звездочка здесь наверху. Это символ кунта ю. То есть, простите, это ом кунты называется. Ом кунты. То есть, это символ индийских. Ом, вы знаете, или ом, да? Подстроен. В системе кунты ю. Это принцип ом, то есть, первичная фидомитальная вибрация Вселенной, она выражается вот таким красивым знаком. У меня тут пара футболов, если и осталось, и я сделаю себя подгрузить просто. То есть, можно здесь использовать мантру ом, или короткую ее форму ом, при медитации на этом знаке. Воздействие универсальное. Так же, как мантра ом работает универсально. Во всех ситуациях она благоприятна, в любых ее можно использовать. Так же и он кунты работает для настройки на эту систему, для входа в систему кунта ю. и как универсальный принцип ом. Можно с ним повозиться, просто поиграться, посмотреть. Только звездочка наверху сляла. Не перепутяйтесь. Напишите, где тенились. И наконец, у нас средний знак, этот знак самый сложный для сегодня. Ну и знаете тренинг. Мы больше геологику даете, знаю часто. Знать по тренингу. Это называется знак трансформации. Знак трансформации. Я вам уже говорил о принципе тантре. Когда эмоция, например гнева или злости, или ощущение превращается в противоположность. Трансформироваться. Превращается в амритр в гневка. Вот это знак для того, чтобы превращать эмоцию или ситуацию противоположную. Знак относится к нейтральным знакам. Нехороший, плохой, нейтральный. Кроме того, специфическое его применение – это перелом ситуации. Если ситуация кризисная, дошла до тупика, подого или кризиса, чтобы выйти из этого кризиса, ну выносить в капкане, в ловушке, бывает такая ситуация, тупиковая. Чтобы переломить её, используется вот этот знак и мантра. Мантра звучит как… Она есть в моей второй письме, она звучит как ЯХ. ЯХ. Хана танца. ЯХ. ЯХ, да. ЯХ. Она считается громкой. Медитация на знаке. Мантра ЯХ. И ещё уплотнение АО. Эта техника тройная. Хотя можно использовать любой из этих трёх элементов, но это будет более слабый вариант. Если все три элемента, будет очень мощно. Вы переломите любую кризисную ситуацию. Включая, например, болезнь или тупик в отношениях, отсутствие денег, всё что угодно. Но самое сложное – это напряжение АО. АО. АО, да, она стать напряжённой. Но сначала послушайте мантру. Мантра трансформации ЯХ. ЯХ. Она звучит как там. Теперь про напряжение АО. Как это делается? Чтобы понять принцип этой работы, давайте возьмём кулак и сожмём. Любой, правой или я. Теперь ты сильнее с одной стороны. Теперь ещё сильнее. А сейчас будем так сильнее, как только можем. А теперь ещё сильнее. Теперь отпустим. Что, что мы сейчас делали с мышцами руки? Мы делаем сауру с биоэнергией. Мы напрягаем наше поле. Обычной практике медитации, как мы это с вами делали во всех внутренних школах, это расслабление. Обычное расслабление. Но здесь противоположный совершенно принцип напряжения АО. При этом она принимает их клинка, она заслабляется кверху впереди и вытягивается немножко наверх. То есть, простите, наверх, а вперёд. Как клинок такой образуется. Как нос ледоко, скажем. Как на плеч АО? Ну, во-первых, для этого нужно чувствовать энергию. Если вы её не чувствуете, то не с чем работать. Тело находится в состоянии расслабления. Физическое тело расслабляется. Оно расслабляется, но энергия напрягается, сгущается, уплотняется. Это происходит в момент опасности. Когда у нас есть опасность для жизни, мы автоматически выходим в это состояние. Мы расслабляемся, но энергия наша собирается в кучу, чтобы принять жизненно важное решение, которое спасет нашу жизнь. Давайте попробуем это сделать сейчас. Поза неважна. Любая может быть поза. Просто расслабим физическое тело. Мы уже умеем это делать. Мы занимаемся здесь фатха-йогой. Расслабимся. Поза неважно чувствуем это движение энергии в тело. Не надо сейчас работать только с водоем. Он может идти, может не идти, не так важно. Главное – почувствуйте энергию. Настроимся на ней. Ощутим, что у неё есть определенный уровень плотности в нашей энергии. И сейчас начнем её сгущать. Делать её более концентрированной, густой. Просто усилим боль. уплотняем так же как мы сжимали кулак физическое тело должно быть абсолютно расслаблено при этом ни в коем случае не напрягает мышцы работают только с полевой энергии еще плотнее еще плотнее концентрация все больше и больше гуще гуще плотнее становится энергией только не напрягайте физическое тело расслаблено держите тело но энергия напрягается держите и усиливайте его как только может начинается такой гул внутри как будто начинает гудеть как вы справлены права так знаете вот такой еще больше усилием вот этот вот это вот гудение энергии еще плотнее почувствуем удерживаем это состояние сгущенной энергией теперь посмотрим на знак держим держим энергия плотная смотрим на знак визуализируем этот знак перед собой пространство потом идет вдох и мантра и после этого все отпускаем вдох и вот эта техника перед ее перелома ситуации а как видите так так как так так как как и как так так как Вопросов у меня? Ну, желательно в один каждый день, но в одно время, да? А вы имеете в виду последнюю технику или вообще? В одну култаюгу. Култаюга делает ее по диссам. Знаете, что такое диссам? А? А что делаю? А что делаю? А что делаю? А что делаю? Это все имеет один источник моего учителя в том, что от него и диссам не култаюга. Так что я думаю, что диссам здесь вполне годится. Никаких правил здесь нет. Если вы делаете хас култаюгу, здесь важна регулярность. Желательно, даже время, так скажем, ранняя лодка, но завтрака. А там есть определенные правила. А в култаюге эти правила? Как возникнуть ситуация, возникнуть тяжело, как вы работаете со знаками, с науками. Главное – применять их в твоей жизни в ситуации. Но не сразу, сначала дома отработать, да? А потом? А? На близкие правила. Зачем их применять? Зачем их применять? Не хотите их не применять? Я вам очень долго рассказываю, зачем каждый знак применять и как каждый знак применять. А зачем применять? А зачем применять? Не применять? Я же вам приводил от болезня к китайской мудрости. Зная магию, не используя магию. Я за это. Но зная. Мы ее сейчас изучаем. Это не значит, что им надо использовать. Но знаки помешают. Самое лучшее, когда вы позволяете вещам идти естественным путем. И не вмешиваться в эти ситуации, которые сами разворачиваются постоянно на общественной передаче. Просто естественный ход течения событий. Но это высшее мастерство. Ему познали даосские мастера, даосские мудрецы. Они называли это принцип недеяния, невмешательства. Жизнь сама, как река мудрая, она знает, как нести. Вы просто плывете с этим потоком и все. Не нужно эти все знаки, мантры, шмантры. Но это высший уровень. Вы думаете, как он будет до него дойти? Вам пока нужны костыли, мы не умеем ходить. Это костыли. Вы их потом выкидете. Ну, тренировка, да. Правильно. Пожалуйста, еще есть вопросы или какие-то мысли по техникам? Да, я много использовал их, но не самые частые. Частые это им, ахинза, хиао. Вот эти три важного наиболее. Но, конечно, защита им наиболее часто значат. Которые все используют. Защита всем нужна. Сейчас очень редко, может быть раз, вот, я поставлю когда-нибудь им. Когда чувствую, что вот лифт вот обороняется в шахте или что-нибудь и так далее. И тогда уже явно надо что-то защититься. Ну, очень редко и практически нет. Иногда на других, другого человека нужно закрыть. Тогда нельзя. Я чувствую, что ему грозит опасность. Какая-то неприятность и так дальше. Я просто закрываю его как-то, ну, это легко, быстро. Ну, лучше. Не надо танцевать. Можно надо детей в защиту? Отвечаю уже 5 раз на этот вопрос. Сначала нужно отработать технику на себе. А вдруг сделать раз, два, увидеть, что она работает. Но только после того, как вы точно знаете, что она с вами работает, можно ставить ее на других людей, дети на других людей. Да. Другая карта, другая судьба. Вы стоите на ребенка. Ребята, мы заканчиваем тему. Удаем ли на этом тренинге? Есть какие-то общие вопросы по знакам, по мантрам, по этой технике? Нет? Замечательно. Да, пожалуйста. Используем концентрацию? Нет. Для достижения АИПы нет техник и способов. Есть ли какой-то способ для достижения Господа Бога? Это примерно такой же вопрос. Есть ли какая-то техника, чтобы увидеть и узнать Господа Бога? Есть ли вера? Но это не техник? Нет. Техник проявления. Пока не поверишь, не увидишь. А вы поверите? Нет. Проявления Господа Бога – это есть учреждения на меня с вами, в том числе. Мы есть мамика, которая проявления Бога. Но это его проявления, как точнее всего самого. Верюсь. Так значит, вы его знаете? Но вы не знаете его. И знаете. Вы нас запутывали. Я не запалываю. Вы говорите так, как вы прочли в книгах. Это не так, как есть. Почему? Душа и принятия. Не знаю. Как собой все и действует. Дальше. Понятно. Как собой и действует. Как собой и действует. Я не говорю, как собой. Я был. Он мне не действует. А фашистская партия не состоялась. Это теоретическая партия, очень привлекательная партия. Если прочитать мой экран, то подумайте, что это народная партия писала. Надо только прочитать, чтобы ему слушать рекламацию. Да. Но мы сготовлены трех. Ради. Чем это вообще? Да нет. Хорошо, ребята. Значит, вы закончили тему гунта-йоги. Мне нужно выяснить вот, что моя основная работа как тренинг, конечно, не гунта-йога. Просто я давно обещал ее привезти. Я ее привез. И я ее привез. Я вам показывал. Конечно, это не всякую гунта-йога. Но это наиболее, что называется, ходовые знаки. И представление о системе множества. И параметры. Но теперь я хочу выяснить. Насчет самого главного то, что я делаю на тренингах, это психотехники. Я просто уже здесь не первый раз, а часть людей уже думал меня о том, что первый раз и так дальше. Поэтому давайте разберемся. У меня есть серия из примерно десяти, ну плюс, нет, там есть чуть важно, из примерно десяти различных психотехник, которые я даю последовательно. Я сейчас перечислю. Первое, что я даю, это ДИСА. Большинство из вас знакомо с принципом ДИСА, если ты с этой психотехникой. Давайте или нет, чтобы выйти? Нет. Ну давайте тогда поднимем руку, кто не знаком. Посмотрим просто количество людей, которые не знают. Ну что половина. Вы же про теоретическую жизнь. Мы будем сейчас практиковать. Значит, нет. Я еще не знаю. Ну, тогда сначала теория будет так. Тебя? Ну, спасибо. Потому что я не знал. Ну так еще раз вопрос там, ДИСА давать или нет? Нет. ДИСА есть. Вот это моя всегда дилемма на семинарах. Потому что старенький говорит, не надо, а ДНК говорит, давай. Вот что мне делать? Разбить группу в половы и дать ДИСУ тем людям, которые... Да. Да. А что будет вторая половина делать? Одна. Кстати, можно дать теорию, у каждого в жизни уже попробовать. Ну, теория не подписывается. Я про теорию сейчас говорю. Я про теорию сейчас говорю. В интернете есть теория. В интернете есть теория. А, теория? А, теория? А, теория? А если люди видят, тогда только имя. Да. А вы куда пойдете? Да. 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 А, да. Это хорошая мысль, спасибо. А, да. А, да. А кто у вас тут специалист по 10 самый тонкий? Давайте. Позже. Давайте сюда. А кто узнает, что там вынесли? Давайте сюда. Мы правы. Да? Это мы не правы. Хорошо. Давай, Класснич. Мы начали с нас не пройдем. А я с кунаусом. Минуту Максу. Я с самым старт. Каждый человек... Есть такая теория, когда мы рождаемся, мы забываем, зачем мы родились. И вот есть такая теория, что когда человек что-то желает, там, ну, неважно, там, желание эго, желание ума, желание тела, желание души, он поддает себя. Но часто под изобретами, скажем, родителей, школы, общества, телевидения у нас разрешиваются программы разные. И мы уже не понимаем, где наше желание, а где ламучено нам. И вот когда человек учится познавать свои, ну, скажем, по возможности слушается в себя, в свое, в свое тело, в свои желания. Не важно. И делает то, что хочет. Ну, а то, что я не рассказывал, это уже не по моей части. Повторим. Спасибо. Теперь те, кто не знает, что такое действие, прошу встать и повторить. Я не знаю, что теоретично, но я понимаю, что, было сказано так, при рождении у нас осваивается наше создание, мы не понимаем, для чего мы разделись. Но рождение – это и получение жизненного опыта и после смерти. До смерти, то есть… Спасибо. Спасибо. Я чувствую, что мне нужно не второй раз к родисту, а еще раз пять. Мне очень спасибо. Я повторю, я повторю психотехник буддистов. И еще принятие. Если сегодня успеем, не успеем, то завтра. Принятие у тебя тоже дало? Добавлю принятие. Но я не буду у вас спросить уже. И так, здесь это первая психотехника, которая получила своего учителя. Когда я познакомился с ним, он сказал мне – делай то, что хочешь. Я спросил – как это? Он говорит – то, что хочешь, то и делай. И только это, больше не делай ничего. Я говорю – это же невозможно. Он говорит – ты попробуй. Я говорю – ну как? Что значит делать то, что я хочу? А если я тебе сейчас захочу вот, например, придушить, то я ему уважаю. Он говорит – ну ты что, хочешь меня придушить? Я так подумал, да нет, вообще-то не хочу. Ну что ты спрашиваешь? Ерунду. Ты же этого не хочешь. Делай то, что хочешь. Что ты сейчас хочешь? Я говорю – сейчас хочу их в туалет пописать. Он говорит – точно? Я говорю – точно, люди. Я пошел. Вот так началось на обучение. Но потом, после этого, он всем задает ему первый вопрос. Он говорит – у всех одинаково. Нужно ли ходить на работу? Все его спросили, а я тоже спросил – за работу. Он ответил в своем духе в стиле вот этой самой ТИС. Он сказал – хочешь ходить – не хочешь – не ходить. Я в то время работал художником, уформителем два раза в неделю. В Питере. Вот акция культуры. В Невске. В Питере. Но мне это было много – два раза в неделю работал. Мне было тяжело. Я задал ему это вопрос. Надо ходить. Ты хочешь сходить? То есть хочешь сходить – не хочешь работать. Он мне ничего не заставляет. Я говорю – а можно я завтра в последний раз скажу? Он говорит – ну хочешь сходить? Я пошел на работу в последний раз. По собственному желанию. Это было очень прикольно. Я делал там такие большие стенды рекламные. Я сделал последний стенд в своей жизни. С наслаждением я его сделал. Потому что я знал, что я никогда этого не делал. Это был 1980-й год. 29 лет назад. С тех пор я не работал. Вернее, я что-то делаю в жизни, но я не хожу на принудительную работу. Куда люди ходят из страха, что люди не будут денег и нечем жить. Кроме того, что бросил раму и все наши команды не летят. Удивите меня, что после этого все мы стали ездить до такси. Вместо метро, автобусов. Вы платили за такси? А? Вы платили за такси, а респлатно такси не будет. Где и откуда брались, черт его знает. У нас стояла какая-то база, куда мы просто складывали деньги. У нас было братство. У нас все было вместе. И мы оттуда брали сколько надо. Я оставил, ну и клали. Вот это так. Второй вопрос, который все задавали. Тоша, а где брать деньги? Первый. Ну с работой понятно? Хочешь спокойно, да? А второй, где деньги-то брать? Бабский ты как? На что он начинал уже на местибации, говорю, все как то есть, ищи еду. Некоторые из общеников поняли это буквально. Когда Джон приходил ко мне домой, он меня сразу отодвигал, проходил холодильник. Один раз, когда он пришел, он, нет, я был дома, у меня там лежал кощан капусты, разрезанный пополам. То есть вот такая, полголоса. И я спросил, Джон, ты хочешь поесть? Нет, ничего не хочу. Обычно он все сжирал. То ли застенчивый, то ли сильно перехватил. Он ушел. А потом я эту капусту отстаю из холодильника, она вот изнутри вся выйдет, она пустая. А снаружи такая целенькая. Я понял, что у Джона то ли застой весь брат, то ли он интеллигентным стал, я не знаю, вылетает как-то вот так, круто. Ну Джон не умер в голову. Он говорит, да, вот сейчас муж не несся. Сань у него пошел вперед. А ты тоже не работал сама тоже в этом месте. Ну он был целительным там. То есть работа какая-то. Он работал вот так. Ну вот. Вот это принцип ГИСа. То есть делай то, что хочешь. Это очень сложно, ребята, делать то, что хочешь. Потому что мы все боимся делать то, что мы хотим. Нам не дает это делать страх. Жуткий страх. Это страх осуждения других людей. Это страх, что у нас не будет денег. Что вообще мы углеваем в конце концов. Что проще, безопаснее, делай так как надо. И все мы делаем по самому. Так как надо. Иногда то, что хотите, но само так как надо. Почему? То, что боимся. Вот это было колоссально открытием для меня, что я живу, оказывается. Моя жизнь пропита на страх. Я даже этого не понимал никогда. И с помощью вот этой ГИСа, когда я начал ее делать, я увидел, что я огромного количества вещей просто боюсь. Я не могу делать то, что я хочу, то, что мне страшно. ГИСа тебя сталкивает сразу с твоим страхом вот так, вот. Вот твой страх. Делай с ним что-нибудь.